Христос родился. Славьте Спасителя, братья и сестры. Сегодня мы еще поговорим о Иосифе Праведном, Иосифе Труженике, обручнике Девы Марии, воспитателе и хранителе святого семейства. Мы успели поговорить в прежние дни о том, что он берег семью от Иродова меча, получал откровения от ангелов, преодолел большое число сомнений и таких бурю духовную вытерпел, когда сомнения посещали его относительно природы беременности при святой Богородице. Успели поговорить о том, что он учил Иисуса Христа трудиться. И сам был работяга, был простой человек, который руками зарабатывал хлеб для себя и Иисуса, которому он служил как отец. А сегодня мы поговорим о том, что еще третья задача, праведная задача, лежащая на отце, это приучить ребенка, сына, главным образом, к посещению храма и чтению священных книг. Это мужская задача. Закон Божий оговаривает непременное появление пред лицом Божиим в храме всех мужчин Израиля три раза в год, как минимум. Ну, они храм один, иудеи, они должны были оставлять свои там села и города, и время от времени в специально учиненные дни, в праздничные дни, надо было приходить всему народу мужскому племени Израиля, значит, пред лицо Божие. А после плена у них уже были, после Вавилонского плена у них уже была любовь к этим, там, значит, Кнессетом, это Бейт Кнессет, дом собраний, синагоги. И они там читали Писание, разбирали свои какие-то судебные тяжбы, там общались просто друг с другом, праздновали, молились и так далее и тому подобное. И вот Иосифу нужно было ходить с Иисусом, с отроком Иисусом в Иерусалим, что мы видим, Евангелие Луки как раз рассказывается об этом. Значит, и он должен был ходить с Иисусом, отроком, и с Марией в синагогу, и он должен был научить ребёнка читать. Вообще с трёх лет уже еврейский ребёнок должен читать, обязательно должен читать. Потом он происходит целый ряд посвящений, когда он становится сын завета, значит, и читает в собрании взрослых отрывок из Торы, и в это время уже можно считать, что он взрослый, там, 12, кажется, лет или 13, значит, ему должен достичь. А всё это время он должен читать, он должен читать псалмы, там, притчи, там, какие-то вещи, которые более-менее понятны детскому уму. То есть задачей отца в этой семействе Божьем, в этой богоучреждённой божественной семье, у отца задача очень великая. Он должен научить ребёнка посещать храм, молиться и читать священные книги. Сегодня уже, как бы, эта задача с нас снялась в том смысле, что детей своих читать мы не учим. У нас для этого есть садики с педагогами и школы с педагогами. И детей научили читать без нас. Нам теперь нужно научить их читать то, что нужно читать. Потому что так им, как бы, Гарри Поттера дадут, например, почитать, там, ещё что-нибудь, там, значит, там, Иваса Катылеса какого-нибудь, там, значит, и прочее, прочее, там, Гуси-лебеди всякие, там, сказки народов мира. А вот эти вот вещи божественные нужно, чтобы дал человеку читать папа. Я не знаю, у кого как это будет получаться, потому что не так просто всё. Во-первых, папу никто не учил, самого папу. Ну, вот берёшь, там, какого-то молодого отца современного нам, его же тоже никто не учил ничему. Его учили чему хочет, только ничему, а не тому, что надо. И потом он как-то так вдруг раз, он там, кого-то полюбил, там, расписался, повенчался, значит, потом у него родились дети, и он должен уже учить, а он не знает как, его самого никто не учил. Это не так просто всё. Но я хотел бы подчеркнуть эту идею, что ходить в храм, читать Писание и молиться должен учить папа. Известно, что один и тот же материал, который преподается женщиной, и тот же материал, который преподается мужчиной, усваивается по-разному, поскольку женщина более эмоциональна и более, так сказать, как-то так, ну, женщина. И мужчина более серьёзен, более, так сказать, основателен в подаче материала. Ну, ясно, что бывают исключения в любом случае. Но религиозные предметы лучше всего усваиваются при преподавании мужчиной. Это некое общее место в вопросе христианской педагогики. И вот, глядя на Иосифа праведного, на Иосифа с мозолистыми руками, на Иосифа, согнутого от прожитых лет, на Иосифа, который всё понимает, но обо всём молчит, он же знает, кого он воспитывает. Иисуса, Эммануила, который спасёт людей своих от грехов их. Он знает, кому он называется мужем, девочке непорочной, которая родила Мессию царя. И он служит им молча, кормит, защищает, хранит и учит Иисуса всему, что должен учить отец. Образ этого великого старца должен вдохновить и наших мужчин на то, чтобы мы захотели быть учителями для детей своих, учителями закона Божьего, учителями Евангелия. И если мужское движение какое-нибудь будет, более-менее нормальное, возникнет там со временем в нашей стране, то покровителем этому движению должен быть Иосиф Праведный, Иосиф Труженик, Иосиф Обручник. Лучшего покровителя для того, чтобы быть настоящим папой, вы не найдёте. С праздником!